На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте, Жлобинский Металлург сыграет в плей-офф хоккейного чемпионата Беларуси в экстралиге. В переходном турнире Столивары играли с Витебском. Двухматчевая дуэль завершилась в пользу Жлобинской дружины. В первом поединке на льду соперника Металлург праздновал победу со счетом 3-1. В ответном уже дома вновь была добыта виктория. 5-2. В четвертьфинале Столивары встретятся с «Динамо» молодечно. Гомель за путевку в следующий раунд поспорит с Гродненским Неманом. В других парах «Шахтер» сыграет с «Химиком», а «Юность» с «Брестом». Первые поединки плей-офф пройдут 3-го и 4-го марта. Гомель начнет нокаут-раунд на домашней арене Металлург на выезде. Женский гонбольный Гомель в очередном поединке чемпионата Беларуси дома играл с «Берестием». О серьезности, с которой гомельчанки сейчас подходят к матчам именно с этим соперником, говорить, наверное, не стоит. В октябре минувшего года на самом старте чемпионата «Брестский коллектив» сотворил небольшую сенсацию и обыграл действующего чемпиона. Причем на его поле. Уже в 2021-м во втором круге гомельчанки более чем уверенно реваншировались, победив соперника в гостях 42-22. И вот команды вновь встретились в Гомеле. Хозяйки, ведомые в отсутствии тома же «Чаттер» Александром Маджаровым, в первом тайме не дали соперницам усомниться, кто в этой паре фаворит. Внимательность в обороне и скорость в атаке позволили создать в первом тайме вполне комфортное преимущество – 19-7. После перерыва гомельчанки позволили себе немного расслабиться, а ближе к концовке Маджаров и вовсе пустил в бой резервистов. В итоге брещанки смогли подобраться ближе лишь на один гол – 35-24 победа Гомеля. Самая результативная в рядах хозяек Наталья Котина – 6 голов. Первый тайм был изумительный. Сыграли, как и говорил тренер, от защиты. 19-7. Я считаю, что 7 мячей пропустить за 30 минут – это идеальный показатель. Но второй тайм, как всегда, у нас получился не так хорошо. Где-то не получилось концентрацию удержать. Где-то, может быть, расслабились. Поэтому и пропустили достаточно. Я считаю, что много. Уже в ближайшую субботу, 6 марта, гомелю играть с БНТУ «БелАЗ». Центральное противостояние женского клубного белорусского гандбола пройдет в Минске. В нынешнем сезоне соперники встречались дважды. Пока в противостоянии претендентов на золото паритет 1-1. Мозырская жемчужина Полесье продолжает борьбу за путевку в полуфинал дивизиона Чемпионата Беларуси по волейболу среди женских команд. После двух побед на домашнем паркете Мозырянки дважды уступили Минчанке 2 в гостях. Счет в серии 2-2. Теперь судьба путевки в полуфинал решится 6 марта в Мозыре. Дубль жемчужины проиграл четвертьфинальную серию при Бужье. В полуфинале Брещанки сыграют с победителем пары «Жемчужина» Минчанка 2. Футбольные клубы из нашего региона сыграли очередные товарищеские поединки в рамках подготовки к стартующему вскоре сезону Высшей Лиги. Гомель в гостях обыграл футбольный клуб «Минск» 2-1. С таким же счетом Мозырская славя уступила Брестскому «Динамо». Речицкий спутник разошелся миром со столичным энергетиком БГУ. Выступающий в первой лиге гомельский локомотив проиграл Витебску 0-2. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова